Солдатик «Свободен!» – гаркнул полковник и зловещим шепотом добавил «Пока!». Видимо, эта добавка окончательно предопределила ход дальнейших событий. Солдатик неожиданно улыбнулся, облегченно вздохнул и со всего разворота врезал по полковничьей Харе. Промахнуться было трудно, почти невозможно. Харе вместе с начальством покатилось в угол и осталось там лежать на объемистой щеке. Солдатик не был ни отчаянным хулиганом, ни смельчаком, ни вольнодумцем. Он просто привык принимать на веру слова начальства в их абсолютном значении. Свобода! Он знал, что такое свобода в ее окончательной ипостаси. Можно все. Перед ним тут же мелькнули родные поля, родная покосившаяся, просевшая по уши избенка, бутыль с папашиным сизым самогоном и многое-многое другое. Нам, отравленным ядом ассоциативного мышления, не понять, не ощутить и десятой части всего, что перед ним мелькнуло. Мелькнуло и пропало. Дверь скрипнула. На пороге вырос дежурный лейтенант. Опытным глазом оценил происходящее, звук которого так ясно был слышен в приемной. Перед ним мелькнуло другое. Дальнейшая судьба юного воина. Очень многим не понять, что именно. На раздумье не было времени. Копаться в душе лейтенанта, в том, почему он оказался столь неадекватен происходящему, не входит в авторские задачи. «Вали отсюда нахер!» Прошипел лейтенант и далеко вали. Очень далеко, как можно дальше. А слушаться приказа вышестоящего чина солдатик и не подумал. Приказ есть приказ. Молниеносно были собраны нехитрые солдатские пожитки, а также, видно по рассеянности, захвачен пистолет и автомат, валявшийся из-за преступной халатности, дневального и вахтерки. Родные поля, хата, сиреневый самогон и многое-многое другое мерной поступью приближалось к усталому воину. Осторожность он не потерял. Она была у него в крови, а кровь пока что была при нем. Описывать дальнейшее не входит пока в авторские задачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok